Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами быстренько заценим, обсудим и соответственно выкатим из ангара Матильду БП. Что это за премчик такой? Это премчик, который вы в любой момент можете купить в дереве развития Британии. Она постоянно стоит на продаже и соответственно в любой момент может быть вами куплена. Матильда БП это в принципе машинка на корпусе Матильды, которая есть на четвертом уровне, на веточке ведущей вас к СТ-шкам, ЛТ-шкам, ну и соответственно одновременно и к ТТ-шкам. И что самое парадоксальное, что на четвертом уровне Матильда, та которая проходная, она тяжелый танк. Почему-то по непонятной для меня причине Матильда БП, ровно как и Матильда 4, обзорчик на который вы можете посмотреть у меня на канале, которая сейчас стоит на продаже за 2000 голды. С ней идут в комплекте ряд плюшек, которые могут вас заинтересовать, а могут не заинтересовать, но факт остается фактом. За 2000 голды можно сейчас взять. Буквально пару дней назад были скидки 50% на танки пятого уровня, которые можно купить спокойно абсолютно в любой момент в дереве исследования. Соответственно эту Матильдочку можно было взять вообще за 1200. Короче говоря, в чем смысл? Смысл заключается в том, что эта Матильда сейчас стоит 2000, стоит буквально пару дней назад 1200, ну и соответственно на эту Матильдочку тоже были скидки, просто я ее купил раньше. Говорю к чему? Говорю к тому, что все три Матильды, они похожи тем, что у них можно сказать одинаковые корпуса. Они немножко отличаются по бронированию, ну а в некоторых местах множко отличаются по бронированию, но в целом одна и та же база. То есть если вы посмотрите на вот эту Матильду, ну вот она, красавица во всей своей красе, тяжелый танк, вот с такой вот, ну я бы сказал, довольно симпатичной башенкой. Теперь мы с вами возвращаемся к нашей Матильде БП и смотрим, что наша Матильда БП имеет тот же самый корпус, но совсем другую башню. Башня у нее от Черчилля. Вот башня Черчилля, ну пускай советского, но поверьте, британский точно так же плюс-минус выглядит, чуть-чуть перерисован. Короче говоря, та же самая балда у него сверху стоит и, честно говоря, машинка смотрится как-то так, ну, пуговато немножко. Там она все-таки смотрится по более складней. Итак, ребят, бог с ним, с внешним видом, давайте обсуждать то, что действительно интересует. Интересуют следующие вещи. Бронирование данной машинки. Оно существенно отличается от Матильды 4, потому что если мы говорим с вами о бронировании вот так вот, ну, с морды лица данного танка, то, соответственно, 78-81 броня вот здесь вот плюс-минус встречается. Что же касается борта. Вот это вот, это все экран. Если этот экран снять, который там в районе, по-моему, то ли 20, то ли 21 миллиметр, короче, снимается этот экран противофугасный, но и, соответственно, под ним должна быть уже основная броня корпуса танчика, да, боковая броня. Так вот, боковая броня борта всего лишь 40, то ли 40, то ли 41 миллиметр. Короче говоря, ребят, шьется она на ура, ну, просто-таки без печали. И что самое парадоксальное, что вот так вот как-то там мансит, танковать именно вот этой частью у меня лично не получается. Напишите в комментариях те, у кого это выходит, у кого есть такая машинка, потому что, ну, у меня как-то, ну, прям совсем-совсем никак. Что же касается вот этой вот балды, которую сверху поставили. 81 миллиметр в круг. То есть полностью везде 81 миллиметр. Но поверьте, будут пробивать. Ну, я бы не сказал, что это прям имба брони. Короче говоря, шьется она. Ну, а кто прошить не сможет, поверьте, кинет голду, и на этом, в принципе, все танцы закончатся. Что самое парадоксальное, что если вот так вот смотреть на танчик, видите вот этот вот бронелист, который, ну, закрывает часть башни, да, то есть вот этот вот скос, здесь броня всего лишь 81, ой, господи, 80, 21 миллиметр, хочу сказать, 81. 81 по кругу, а вот эта планка 21. Поэтому, если вы где-то в какой-нибудь впаденьке вот так вот стоите, вот сюда вам закинут все, что угодно, вплоть до фугаса. Поэтому, ребятки, ну, я бы сказал, что броня существенно отличается от Матильды 4 советской. Прем-СТшки пятого уровня, который тоже можно купить в дереве исследования, как я уже говорил. Что касается орудия. Да, орудие более скорострельное, чем у Матильды 4, но урон 90 всего лишь. Пробитие 130, окей, хорошо, терпимо, нормально, играбельно. АТ-2, допустим, там будете пробивать в кепку, да и пушка, в принципе, точная. Вы сможете себе это позволить на средних расстояниях выцеливать такие точки, как кепка АТ-2. Но в целом, ребят, я бы сказал, что при Альфе в 90 это гораздо менее страшное орудие для противника, чем Матильда 4. Что касается углов склонения, минус 12 плюс 20 отличается от Матильды 4. Но в целом, ребят, играбельно, нормально, окей, здесь вопросов никаких нет. Вопрос только в другом. Вопрос в том, что башня настолько прямая спереди, что вот эти, ну, минус 12, как бы, то есть, ну, от башни особо ты не поиграешь. Да тем более балда такая сверху на корпусе стоит, что выцеливать особой сложности не представляет. Что же касается ДПМа. ДПМ будем округлять 1900 единиц. В принципе, для пятерки это нормально, ребят, но накидать 1900 по 90, это надо приехать к какому-нибудь спящему танчику, ну, и раздамаживать его, раздамаживать, раздамаживать до тех пор, пока не набьете 1900. Короче, минуту с ним простоять для того, чтобы 1900 накосить вот такими вот частыми шотами меньше, чем по 3 секунды, по 90 урона. Время сведения и разброс, ребят, заценим с вами непосредственно в бою, куда и забегаем. Пока мы забрасываемся в бой, хочу попросить тех, кто смотрит мое видео без подписки и не является постоянным зрителем моего канала, пожалуйста, подпишитесь на канал, для вас это секунда времени и абсолютный ноль по затратам. И моя подписочка не будет вам мешать в списке ваших подписок. Для меня же и для моего канала это реальное развитие, но и без ваших подписок моему каналу просто не существовать. Спасибо вам большое за понимание, за поддержку моего начинания. Итак, ребятки, давайте, как обычно, начнем с заценивания подвижности. Подвижность у машинки не отличается, я бы сказал, от Матильды 4. И, честно говоря, вот точно так же, как на обзоре про Матильды 4, я и про БП-шку скажу, что она едет как довольно подвижный тяжелый танк, нежели как СТ-шка. Ну вот, броня сейчас показывает себя во всей красе, разбирают просто-таки на ура, у меня уже осталось 250 ХП, меня особо никто здесь не поддерживает, и я отправляюсь в ангар. Спасибо большое моей команде за то, что поддержали меня. Итак, ребят, я вам могу сказать следующее. В любом случае, какой бой есть, такой бой есть. Из песни слов выбрасывать мы не будем. Вот пробили нас в ВЛД. Нас пробили, ну, тупо вот прям в прямую проекцию башни, зашло прям по красоте. Пробили вот в этот вот верхний, ну, на стыке, да, верхнего листа и переднего листа башни. Пробили под башни вот здесь вот сверху на корпусе. Короче говоря, ребят, по броне я могу сказать только одно по результатам конкретно данного заезда. Будь я на Матильде 4, я уж сомневаюсь как-то, что меня бы так быстро разобрали. Может, ребята бы, конечно, на меня надавили и вынесли бы меня. С этим я не спорю. Я один был против, сколько их там было, трое или четверо. Но в любом случае, Матильда 4 в моих катках показала себя, ну, немножечко получше в отношении бронирования. Досматриваем этот бой, каким бы он ни был. Ну и, соответственно, забрасываемся в следующий и будем заценивать машинку во второй катке. Итак, ребят, закончился наш бой. Я даже не буду смотреть на результаты боя, потому что смотреть нечего. 179, ну, будем считать, 180 единиц урона. Это, по сути, две тычки. Ну, короче, разговаривать не о чем. Забрасываемся в следующую катку и попытаюсь в этом бою посейвиться. Многие напишут в комментариях и скажут, что мне надо сначала достать руки из одного места, а потом начинать играть. И вообще, я играть не умею. Ребят, я, честно говорю, так как это есть. Я заехал сейчас на Матильде БП, ну, вот точно так же, как я зарывался на Матильде 4. Я ожидал, что этот танчик отыграется плюс-минус так же. Да, пускай борта менее бронированные, да, пускай башня больше и менее, ну, предусмотрена, скажем так, для приема снарядов без пробития. Но она отыгралась вот совсем плохо. Ну, вот прям совсем плохо. И, ребят, уж попытайтесь как-то сдержать свои эмоции. Там, как я говорю, не выпрыгивайте с трусов с дневными какими-то комментариями. Я действительно пытался заценить эту машинку ровно так же, как я заценивал Матильду 4. И, честно говоря, я был неправ. На данный момент я понимаю, что данная Матильда, Матильда БП, она, ну, ребят, прям совсем не предусматривает игры, ну, вот, пожалуйста, на 171 мне залетело от пятерки. В бою на Матильде 4 меня не все шестерки пробивали, точнее, не так. Не каждый раз прилетало ко мне от шестерок с пробитием. Поэтому, честно говоря, я вот в отношении бронирования я разочарован. Что касается скорострельности, что касается времени сведения, что касается круга разброса, у меня к машине нет вопросов абсолютно никаких. Машинка нормально отыгрывается в этом отношении. То есть, ну, я вот выцеливаю. Я могу выцелить сверху кепку на Т-150. Ну, короче говоря, ребят, по точности орудия, по скорострельности, ну, я бы сказал, очень кайфово. Не, ну, хорошо играется орудие, то есть, ну, само орудие базара нет. То есть, ну, приятно играть. Заходишь, откидываешь, то есть, ну, все окей, все приятно. Теперь давайте посмотрим еще раз на мою тушку. Она, правда, не серого цвета ввиду того, что я еще жив. Но, смотрите, вот сверху корпуса под башней два пробития довольно-таки отчетливых. Пока других я здесь не наблюдаю. Ну, по-моему, их и не было. Победа. Давайте теперь посмотрим на результат. 837 единиц урона. Я выжил, но это не моя явно заслуга. Это явно заслуга команды, что просто не пропустили ко мне врагов, потому что то, что ко мне прилетало, в принципе, практически все в меня и влетело с уроном. Срединка в команде, ну, такое. Давайте делаем третью каточку, потому что первая катка, ну, не знаю, насколько она была показательной. Для меня была показательной, потому что для себя я понял, что машинка, ну, не совсем та, на которой можно борзеть, на которой можно вот прям взять куда-то ворваться и прям всем как-то навалять, и они будут пытаться тебя выцеливать, куда бы тебя пробить. Абсолютно нет. И, честно говоря, я даже вот сейчас, если на Матильде 4 в своем обзоре я говорил, что мне прям хочется поехать на линию ТТ, если бы это были не шестерки. А, там, по-моему, шестерок вообще нет. Короче, ТТшек не было в бою, вот я сейчас вспомнил. И на Матильде 4 я пожалел о том, что не было в бою у врагов ТТшек, потому что мне прям хотелось поехать и заценить бронирование Матильды против ТТшки, да, то есть в стычке. Насколько ТТ будет меня там с легкостью или со сложностью пробивать. То на этой Матильде у меня даже мысли нет такой. Вот после первого боя, после второго боя мнение не поменялось. То есть, ребят, ну, явно не та машина, на которой можно прям ехать и быковать. Быковать на ней не получится точно. Короче говоря, ребят, ну вот бьется она, я мог стоять там где-то в конце. Меня вон пробили в бок башни, меня пробили под башней, меня пробили в ЛД. Ну, короче, ребят, я не знаю. Вот давайте выбрасываемся из боя, даже не буду ждать результатов этого, потому что там, ну, результатов как таковых не будет, и даже что-то нормально не сделал ни в кого. Ребятки, я скажу вам так. Я переключусь сейчас на вот эту вот Матильдочку четвертую. И для того, чтобы быть неголословным, сейчас кое-чего попытаюсь сказать. По результатам моим. Смотрите, в этой Матильдочке башня бьется куда сложнее. Вот ее форма такая, что пробить ее куда сложнее. И вот эти вот скосы, все округлости, да, они дают рикошеты, так или иначе. В ЛД, да, она пробивается. Но она не бьется сюда, она не бьется вот сюда, она не бьется вот здесь, она не бьется вот здесь по башне. Ну, если, конечно, не голдой, если не там шестерка, я имею в виду, если вы к, ну, как бы приехали к себе подобным. Назовем это так. С учетом того, что бронирование корпуса вот здесь вот выше, соответственно, и ромбовать ею чутка получше. Поэтому я вам скажу свое скромное субъективное мнение, как человека, у которого есть и Матильда БП, и Матильда 4 с недавних пор. В выборе между покупкой Матильды БП и Матильды 4 из дерева исследования, с учетом того, что они стоят одинаково, я бы однозначно свой выбор остановил на Матильде 4. И отдал бы за Матильду БП, скажу откровенно, не более, вот прям вот совсем не более тысячи голды, только в случае, если у меня этой голды хватает, и я хочу взять машинку просто ради коллекции, или ради того, чтобы поставить все-таки финальную точку в сборе всех машин, которые есть в ветках исследования, ну, чтобы показать, что вот они у меня есть, да, то есть вот эффект завершенного процесса. Не более того, брать эту машинку для того, чтобы на ней нагибать или круто отыгрывать, ну, я бы остро не рекомендовал. Возможно, я не прав, если я не прав, напишите об этом в комментариях, я вам буду благодарен, а еще вам больше будут благодарны ребята, которые будут смотреть это видео, для того, чтобы понимать, брать ли себе Матильду БП в ангар, и если брать, то зачем. На данный момент у меня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, я отвечаю всем. Огромное-огромное благодарность за просмотр, возвращайтесь на канал, всех благ, мира вам и спокойствия. Субтитры сделал DimaTorzok